раз-раз-раз-раз это хардбас и с вами сегодня добрый день с вами лингвин и сегодня у нас гостях елена сергеевна губей преподаватель лингвина здравствуйте очень приятно вас сегодня и первый вопрос елена сергеевна как лучше учить слова английский может быть у вас есть какие-то советы на самом деле есть несколько даже методик как лучше выучить слова я думаю что лучше каждому подобрать свою например очень хорошо работает метод спикеров вы просто берете стикеры и клеить их на предметы в доме тот же холодильник компьютер стол и так далее и таким образом вы видите эти стикеры каждый день и вы запоминаете слова я считаю что это очень интересный способ и он работает действительно есть еще один способ например учить сказочками написать на карточках слова на обратной стороне можно написать перевод и сначала вы берете слово читательное иностранном языке и говорите перевод потом можно поменять стороны читать перевод и говорить слово оригинал кстати говоря есть такой сервис который делает то же самое но цифровом формате как не забыть то что ты уже выучил например если мы говорим о каком-то материале о грамматике то очень хорошо будет здесь работать такой способ то есть представьте что вы учитель и вам нужно объяснить ребенку или детям эту тему и вы своими словами то как вы это поняли вы преподносите это детям представьте чтобы рассказывать это детям если у вас это получилось если вы сможете это объяснить кому-то другому значит вы выучили эту тему и все хорошо а если нет то тогда нужно чуть больше практики а вы сами когда учили язык каким способом пользовались если не секрет конечно на самом деле помогала мне очень пересказ текста либо просто какие-то диалоги строить с другими людьми на иностранном языке на любые темы на какие у вас три самых любимых слова на английском языке на самом деле раньше я об этом не задумывалась но недавно пришла к выводу что три слова в английском языке они у меня иногда проскакивают памяти я вспоминаю первое слово это серендипити второе слово это эпифани и третье это петрика настало время спросить что же значит каждое из этих слов слова серендипити в русском языке нет эквивалента для этого слова находка открытие которое вы не ждали приятный сюрприз возможно приятное открытие на которое вы не тратили силы но вот оно случилось так второе слово эпифани на русский язык можно перевести это слово как озарение когда вы что-то делаете и вдруг у вас идея возникает в голове в мультиках часто показывают такие лампочки головой загораются это эпифани и третье слово это рамка который остается после дождя не французское слово спасибо большое елена сергеевна за ваше интервью спасибо за приглашение вы приходите мы всегда открыты для вас для вас для нас для всех хочу пожелать вам в новом учебном году терпение с вашими учениками чтобы уроки не пролетали незаметно для вас и учеников однако были максимально интересными и захватывающими спасибо ну чтож до новых встреч до новых интервью попрощаемся с зрителями пока пока увидимся в лингвине а как насчет французского аруа я